Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы начинаем наш влог. На сегодня много дел. Мы сегодня поедем сдавать квартиру, то есть принимать на сдачу квартиру. Мы поедем в Джанхот, там хотят продать коммерческое огромное помещение с сотками земли. В общем, я все вам расскажу, все покажу. Да, у нас сегодня тепло, по факту, но моросит дождик. Дождей обещают всю неделю. Всю неделю дождь, снег. Днем постоянно погода варьируется где-то 10, потом резко 3 днем, потом раз 7 днем, потом 5 днем. Ну, то есть вот так, потом 13. То есть не стоит на месте, а ночью 0-1 примерно. Значит будут заморозки, будет гололед. Поэтому мы все, весь город на летней резине будем ездить очень аккуратно или не ездить вообще. Да, вот утро мое начинается вот так вот, причиняя счастье. Это моя любимая кружка, уже много раз вы ее видели. А у меня кофеек, я грею машиночку свою и пью кофеек, чтобы не терять время и успеть кофе попить. Что сдается квартира, что мы поедем по поводу сдачи квартиры на долгосрок. Сейчас я вам ее обязательно покажу. Квартира около 35 квадратных метров. Она небольшая, но в принципе для семейной пары, для взрослой, пожилой пары очень хороший вариант. Значит в комнате у нас идет два дивана, уголок, так сказать, как он называется, со шкафом телевизор. Здесь есть интернет, каналы, пылесос имеется. Это балкон. На балкона выходить не буду. Вот такой балкон с столиком, с пуфиком. Окна у нас смотрят просто на во двор. То есть ничего такого не видно. Это у нас ЖК Жуковский. Находится у нас эта квартира в столичном квартале. В 10 корпусе на 4 этаже. Я сразу поясняю, что лифта здесь нет. Так, дальше сразу пойдем в санузел. Это у нас одношко. Санузел у нас с ванной, раковина, туалет, соответственно. Вот такой санузел, также небольшой. Это у нас коридор, обувница, шкаф-купе для вещей. И у нас идет кухня. На кухне у нас есть вся бытовая техника, микроволновка, стиралка, газовое отопление. То есть газовый котел стоит, соответственно. Коммуналка здесь маленькая, около 2000 рублей. Но стоимость, я вам скажу, сейчас уже идет включенной с коммуналкой. Стол со стульчиками. Вот такой вот огромный холодильник. Я так понимаю, что это печь. Или холодильник. Я не знаю, что такое. Да, это холодильник маленький тоже. Кондиционер здесь один находится на кухне, но он достаточно мощный. И как раз таки на всю квартиру его хватает. Вот. Шкафчики, соответственно. Насчет... Так, посуды, конечно, тут нету. Да, шкафы все пустые. Посуды нету. Посуду привозите всю свою. Ее стоимость 18 тысяч рублей круглый год без повышения, а в летние месяца коммуналка уже включена. Вы оплачиваете дополнительно к этой сумме еще плюс интернет. Стоимость его тут 1100. Так что, ребят, номер телефона оставляю в описании. Если заинтересовало, то можете обращаться. Мы приехали, решили заехать сейчас в Немноморское, потому что у нас южный ветер, у нас тормит. И мы решили показать вам этот пейзаж морской. Вот такая вот у нас, что? Вот такой вот у нас рисуют стены. Красиво, да? Очень клево. Это причал 79, да? Капелька? Да. Да? Ветерок знатный, я вам скажу. В самый раз сейчас, в принципе, да? Занырнуть и позагорать. Да. Идет дождик. И вот столько мусора выкупывается из моря. Ты посмотри. Ты видишь? Опять дельфин. Я просила дельфиня. Пошли. 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 он уже лежит достаточно давно, насколько я посмотрю, к сожалению, потому что уже даже кожа поменяла цвет, очень жарко, очень, прям малюсенький ребенок чей-то, да, вот тут постоянно и за счет того, что открытое море, что на факеле я вам показывала, дельфина выкинула, что сейчас рядом с центральным прям пляжем в Дивноморском опять выкинула дельфина, хотя по факту, сами видите, волны не особо большие, каким образом в таких маленьких волнах мог запутаться вот такой дельфиненок, я, если честно, не понимаю, потому что в большие шторма выкидывается только рыба, вот, поэтому очень-очень-очень жарко, мы приехали сейчас в Джанхот, хотим показать вам объект, который выставлен на продажу, я вам про него уже утром говорила, и сейчас мы его вам покажем, он также выставлен еще и в аренду, то есть людям срочно нужны финансовые финансы, финансовые финансы, в общем, людям нужны деньги, и поэтому цена очень занижена, сейчас сами все увидите, конечно, цена не дешевая, скажу сразу, но она занижена по сравнению с другими объектами, которые находятся в этой части Черного моря, так сказать, курортной зоны, смотрите, мы сейчас находимся прямо около нашего магазина, будем его так называть, конечно, из него можно сделать и гостиницу, потому что это прямо самый берег Черного моря, и до пляжа 80 метров, вот у нас идет, что есть на пляже, так сказать, есть кафе, есть магазин, ну вот еще, да, кафе, по-моему? Да, ну, гостиница, кафе, то есть тут инфраструктуры как таковой-то и нету, вот есть курортные товары, и вот, соответственно, наш магазин. А гостиницы вокруг, их, кстати, здесь очень даже немного, вот, поэтому вот на этом месте как раз-таки просится у нас большая гостиница с номерами, и она будет пользоваться спросом, либо мы можем сделать здесь, мы, выточнее, можем сделать столовую, бюджетную, хорошую, вкусную столовую, которая, я думаю, что принесет очень большой доход. Вот такой пляж у нас с обоих сторон, галечный, просторный, в принципе, и пользуется спросом не просто у туристов, но и у жителей городов, близ лежащих, так сказать, городов. То есть я с Геленджика предпочитаю приехать сюда искупаться, чем на своих пляжах в городе, вот. Потому что здесь вот крутое море, и потому что здесь не очень много народа. Если пойти правее вот туда, получается, за мыс, за гору, там вообще практически народа не будет, и вы спокойно будете в одиночестве. Можно взять шашлычок, сделать самим, можно позагорать, причем не стесняясь, просто людей-то нет. Место шикарное для бизнеса, в общем, ребят, стоимость этого магазина 34 миллиона рублей, если в аренду, то 2,5 миллиона за 2 года аренды. Вот. Сейчас подъезжают уже собственники, мы вам обязательно покажем, что у нас вообще представляет этот объект, и там уже выбор, конечно, за вами. Итак, мы заходим в наш магазин, сейчас я вам все покажу. Огромное просто место, 252 квадрата занимает площадь этого здания. Три, так сказать, огромные торговые зоны, сейчас я вам все покажу. Первое у нас идет, это магазин. Магазин, то есть это комната, это помещение примерно 70 квадратных метров, здесь есть кондиционер, все оборудование, которое вы видите, если вы оставляете магазин, все оборудование вам остается. Сейчас в подсобное помещение я зайду, тоже очень большое. Кстати, здесь можно торговать алкоголем, потому что квадратура позволяет по стандартам. Вот у нас подсобное помещение, здесь, конечно, не прям сильный порядок, но вы на это не обращайте внимания. Тут само помещение, все это, конечно, все можно переделать. Значит, есть туалет, соответственно, есть душ обязательно, да. Комната, где, собственно, когда работали, проводили время. Вот еще одно подсобное помещение и вот такая вот большая, большое тоже помещение достаточно, 55, наверное, квадратных метров. В общем, здесь можно сделать отличную вообще столовую, здесь можно сделать клевое кафе большое, просторное. И, ну, если, соответственно, сделать здесь ремонт. Опять же скажу, стоимость 34 миллиона, 5,6 соток земли на территории. Предназначена для коммерческого использования, но если вы захотите строить гостиницу, можно это все переделать под ИЖС. В аренде на 49 лет. Вот, сейчас покажу еще два помещения. Второе помещение у нас около 35 квадратных метров. Здесь можно сделать, ну, я не знаю, смотрите сами, оценивайте. Здесь можно сделать еще один магазин, например. Ну вот, продукты здесь и были. И эта кухня, она довольно-таки большая. Можно отделить, опять же, участок и сделать еще один дополнительный зал. Да, кондиционер везде есть, все в рабочем состоянии. Так, ну, все, в принципе. Сейчас я вам еще покажу кое-что. Территория, чтобы вы понимали, 3 метра идет от дома 3 метра направо и до металлического забора. То есть, рядом водоохранная зона, здесь, соответственно, земля не продастся, которая не принадлежит этому магазину, так сказать, этим соткам. Но можно при желании также ее выкупить, ну, то есть, и расширить, я не знаю, построить гостиницу огромную. И также с той стороны дома, также 3 метра. И там даже не 3 метра, там чуть больше. То есть, достойная получится гостиница, если что. В общем, вот такое помещение предлагается на продажу и в аренду. Если в аренду, то стоимость его 2,5 миллиона рублей на 2 года заключается договор. И, пожалуйста, номер телефона оставляю в описании. Пишите, звоните, уточните. В некоторых магазинах на заправках требуют маски. И вот такие прекрасные маски они выдают одноразовые. Как будто они меня сейчас просто, не знаю, защитят от чего? От дождя. От дождя. Кристина, ты вообще не здоровалась. А, да? Привет. Я тоже, видишь, что на заправочку приехали. Тебе сказали. Не заезжайте сюда, девушка, в маске. Ага. Что за прикол? Алина сидит, делает уроки. Мы с Кристиной решили сегодня посидеть. И мы сейчас готовим очень крутое блюдо. Армянская кухня. Просто курица по-царски. Мы просто купили замаринованную курицу и положили её в духовку. И всё. А название сами придумали. О-о-о-о. Потише, потише. Ой, камера запутела. Смотрите. Какое блаженство. Она будет, я надеюсь, нереально вкусная. Сколько мы уже её готовим? Минут 15, наверное, да? Час, по-моему, уже она готова. Три? Вот. Алина, смотрите. Что? Вот, значит, она задаёт нам вопросы. Но все ответы написаны здесь. А она, чтобы всё это не читать, задаёт нам вопросы. Мы только спалили её. То есть мы ей отвечаем. И она всё теперь знает. А вот это всё она не прочитала. Что скажешь в своё оправдание? Я только... Я вот читала. Ага, ага. Ой. Ты такая молодая. Ты столько прочитала. Ну, я вот это... Я на вопросы отвечала. Это... Ты за каникулы вот столько прочитала? Нет. А что ещё прочитала? Вот это я кучка у меня, это и это осталось. А почему ты сидишь? Стой, читай. Можешь читать. Лёжа можешь читать. Где? Ну, где? На Балконе. На улице. Там в дождик идёт. Ну, что теперь делать? Ага, я смотрю. Это шутками. Ты заполнила сама уже, да? Какой красивый. Музеи бывают разные в крайней. Оценки-то я вам не показала. Показываю? Смотрим. Оценочки-то наши. Чиница. В отличиеся по делу? Конечно, конечно. Вот все вот эти вот. Математика. Три-два-три-четыре-три-два-три. Русский. Три-два-три-три-три-три-три-три-три-два-два-три-два. Какая-то... Музея Каморза, слышишь? Три-три-три-три-три. А? В английском у меня там четверка. У тебя вообще хоть одна пятерка есть, нет? Ой. Что такое? Мам, ты что? Это по какому? А, физкультура. И? И за. Вот эти все пятерки. Да, все понятно с тобой, короче. Так. Вот ты. Так. Ага. Угу. Что у нас тут? Смотрите, какой почерк у нее был, когда она только пошла во второй класс. Да? Да? Просто она писала, а я вообще не понимаю. Вообще. И какой сейчас? Тройка. С самого начала года. Уже. И какой сейчас уже? Маленький такой стал. Скоро вообще будет четко прописано. Правильно? Все, ведь дело практики. Я думаю, к одиннадцатому классу четко справится. Потом пойдет в медики. И все. Не дай бог. И почерк у нее изменится чуть-чуть. Да ладно, все. Это сейчас девочка все на ее старт. А, вот четверные оценки. Так. Бабушки, смотрите. Двоек нет, слава богу. Двоек нет. Да. 5-4, 5-4-3. Математика 3 натянутая. Ой. Русский 3. Литература 3. Хватит четверти. Ну и все. Изо 4. Угу. Все ясно. Ну, хоть английский с физкультурой. Ох. Ничего так. Да? Все, давай садись, читай и делай домашку. Дорогие друзья, сегодня наш локок кончен. Мы показали вам несколько объектов, которые можно снять в аренду и купить. Несколько? Аж два. Большие. Ну, это в одном видео, а два. Мы показали, к сожалению, печальку на пляже. В Дивноморском. Не буду говорить. Таталина сразу все поймет. Но если вы смотрели ролик, вы поняли, о чем я говорю. Вот. Сегодня у нас насыщенный день. И мы устали. И мы хотим посидеть, отдохнуть. Так что, ребят, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. И что? И все. И что? Пока-пока. Да? Да. Да. Все. Все. Пока-пока. Аля, Витерча. Что не спалила? Продолжение следует...